Для гостей сегодня приготовили массу сюрпризов, но один из первых таких вот неожиданностей, которые сегодня гости увидят, это вот пока пространство находится вот в таком, ну, не назовем его ремонтном состоянии, но вот в таком, так скажем, заезжающем. То есть вот только сегодня приведут все здесь в порядок и будут гостей ждать, но вот как нам уже рассказала Наталья, мы уже и поприветствовали руководителя Цифербурга, что она много раз уже переезжала и что всегда находятся циники, которые не верят в то, что все получится, но всегда получается, всегда гости радуются и удивляются. Давайте небольшую такую экскурсию проведем, посмотрим, ну, конечно, кофе, да, вот есть атрибуты, неизменные составляющие открытых пространств, вообще скажу, что Цифербург это одно из первых открытых пространств, которые появились в городе и, конечно, по всей стране разрослись, сегодня мы знаем, что это такое, и для многих петербуржцев, ну, вообще жителей страны это известное и любимое развлечение. Рояль, который стоит посреди комнаты, не может, конечно, не привлекать внимания, я думаю, что и гости будут к нему подходить, обязательно на нем играть. Конечно же, это книги, конечно, это множество составляющих, ну, и, конечно же, часы, все-таки Цифербург, и, естественно, это вот в плане названия соответствует. Вообще история переезда Цифербурга, ну, достаточно такая сложная, много пришлось кочевать, много где быть, такой вот спонтанный переезд с Невского пассажа, и когда пришлось буквально вот просто выезжать, да, уже забирать те вещи, которые оказались, ну, практически уже выброшены, и пришлось собирать новую сумму, вот, как рассказала Наталья, но мы сейчас еще подойдем к ней, общаемся, что переезд, он сравнивает открытие новому заведению, приходится, в общем-то, на самом деле, практически ту же сумму собирать, вот, многие, многие средства уходят именно на оплату аренды. Ну, вот Наталья уже здесь, немножко отдыхает, расслабляется. Наталья, вот расскажите, пожалуйста, формат заведения, я так понимаю, не меняется, но, может быть, меняются какие-то люди, гости, да, что вот сегодня, ну, и вообще будут встречать гости? Ну, по поводу первого вопроса, меняется ли формат заведения, да, форма остается та же, да, это оплата за время, это вот та игра, в которую мы начали играть еще лет пять назад. Да, нужно сказать, что мы выросли, выросли наши гости, и мы с каждым своим новым переездом оставляем все больше старых вещей за пределами и строим новое, что-то делаем, делаем лучшее. И вот сейчас третий раз, во-первых, мы поймали себя на мысли, что нас это уже не пугает, то есть это просто такая интересная история, мы в ней существуем, и мы как-то спокойно приняли то, что, ну, ладно, мы попробуем еще раз сделать, у нас остались нереализованные идеи, попробуем сделать еще лучше, где-то качественнее. И все это из какого-то детской игры, из эксперимента самодельного, оно перерастает во взрослый серьезный проект, и я вижу, как меняются гости, и как меняется там настроение внутри, и мне очень нравится. А давайте вот, ну, я пока понимаю, конечно, что сложно что-то показать, но есть ли вот, например, какие-то детали, какие-то интересные вещи, на которые мы сейчас уже можем обратить внимание и вот рассказать такой небольшой секрет, занавес открыть? Ну, я вот хочу обратить внимание, вид из окна, на самом деле, действительно, просто поражает и изумляет, а вот балкончики будут открыты, и можно будет туда выйти, походить, попить чай, естественно. Вот что еще, Наталья, на что еще мы можем здесь обратить внимание, может, какие-то есть интересные вещи, интересные вот детали? Многое смотрю о музыкальных инструментах, действительно, вот рояль, к которому мы уже подошли с самого начала, вот гитары, гитары, это перевезено со старого места? Ну, да, это, как бы, такая одна из основных вещей в Цифербурге, это такая суть его, это музыка, то, что у нас всегда пространство открыто для музыкантов, для репетиций, для каких-то творческих экспериментов, и мы с собой привезли все свои книги и весь свое музыкальное оборудование. В новом месте мы строим уже большую серьезную сцену, у нас есть такое, ну, нормальных размеров пространства для того, чтобы делать хорошие концерты, качественные. По поводу вещей, ну, это все, как раз вот в этой комнате находятся все вещи из старого Цифербурга, мы их выбрали, те, которые нам близки, дорогие душе, вот так вот выбирали, вот этот вот стол, как бы, не очень дорог, вот этот вот дорог, в общем, мы оставили все, что только... Я думаю, что и гости, да, приносят что-то с собой, что-то дарят, потому что действительно пространство и место становятся любимым. Да, обязательно, то есть у каждого, у каждой вещи есть своя история, у каждой частички мебели, и очень много действительно приносят гости, они или переезжают, они и оставляют, или забирают у бабушек какие-то зеркала, свои зеркала и еще что-то. Спасибо большое, ну, я думаю, что сегодня гости тоже сюда придут не с пустыми руками, пока пространство находится вот в таком состоянии, но вот Наталья заверяет, что сегодня здесь уже приведут все в порядок, и, конечно, гости наполнят его особой атмосферой, той, которая необходима Цифербургу.